Детское ли это дело? Носить военную форму. В одном из московских детских садов повесили календарь, посвященный 75-й годовщине окончания Великой Отечественной войны. На нем дети в военной форме, хорошо загримированы, вот кровь на виске очень натурально выглядит, например. Родителям предложили провести фотосессию для детей в такой же стилистике, но патриотично эту идею сочли не все. Отец одного из воспитанников разместил пост в фейсбуке с фотографиями вот этого календаря и началась дискуссия. В департаменте образования и науки Москвы решили провести проверку в детском саду, однако автор поста не захотел называть номер дошкольного учреждения. Компания, которая сделала календарь, объяснила, это был спецпроект, посвященный сынам полка, делали его для внутреннего пользования, ведь фирма оказывает услуги хостинга сайтов и регистрации домена, то есть с медиа никак не связано. Ну а собственно вот так вот проходили съемки. Проект был масштабный, участвовали в проекте дети сотрудников. Компания считает, что вешать календарь в детсаду, ну, наверное, и правда неуместно. К хостингу это никаким образом не относится, это не рекламный материал, мы не планировали это дарить ни партнерам, ни клиентам. Это вот что-то такое внутреннее для себя, вот со своей идеей. Реакция неоднозначная, реакция, честно говоря, нас удивила. Создалось впечатление, что люди не очень хорошо знают историю, то есть все привыкли, что Великая Отечественная война, это ветераны, ветеранов осталось мало, это взрослые люди, но мы взяли тематику сыны полков, в процессе изучали очень много материала, очень много детей воевало, это коснулось всех. Именно памяти детей, которые пожертвовали вот свое детство на благо нашей Родины, на то, чтобы у нас сейчас все было хорошо, именно им мы его и посвятили, это упомянуто в календаре. Честно говоря, сам не сталкивался вот с такими предположениями, ни в школе, ни в детском саду, фотосессии в военной форме, по крайней мере, моим детям не предлагали и не проводили, но у знакомых такие истории действительно случались и отношения к этому у всех разные. Как-то считать, что наряжать ребенка военную форму, это патриотично, другие против такой детской милитаризации. Если бы выпустили бы календарь с фотографиями подлинных героев Великой Отечественной войны, детьми-героями, которые нам, в общем-то, известны, во всяком случае, моему поколению с детства, и имена которых необходимо было бы возродить для сегодняшнего поколения, я назову хрестоматийный, уверен, вы знаете, это и Валя Котик, Марат Козей, Леня Голиков, Зина Портнова, там я могу называть десятки, там Ваня Федоров с гранатой, бросившийся по танк во время Сталинградской битвы, 14-летний подросток. Вот это подлинные герои. Вот о таких надо говорить и их возрождать имена, чтобы вот эти ребята были бы визуально и на слуху у подрастающего поколения, но, честно говоря, я не думаю, что в детском саду. В детском саду это уже слишком. О том, как сегодня воспринимают День Победы, что это вообще про нас говорит, побеседуем с гостем в студии РБК, заслуженный учитель России, доктор педагогических наук, член-корреспондент РАО Евгений Ямл. Евгений Александрович, добрый вечер. Добрый вечер. Ну вот только что мы видели календарей с ранеными детьми в советской форме времен Второй мировой. Да. Изготовители считают, что нормально. И те родители, которые заказывают фотосессии для своих детей, тоже некоторые считают, что это нормально. Вот на ваш взгляд, что это вообще про нас говорит? Вы знаете, во-первых, это печально, во-вторых, это опасно, а в-третьих, это омерзительно. Вы знаете, диагноз этому поставил человек, которому мы по-настоящему считаем иконой русского рока БГ, Борис Гребенщиков. Я готов, вот он поет, готов воздавать должное величие стяга. Но от вашего бесстыдства загорается бумага. Грудные младенцы в военной форме увага, вы доиграетесь, ждите нага. Ну, увага – это внимание по-украински. А ваги – это мифические, такие, змееподобные существа и в индуизме, и в буддизме. То есть это фактически поставлен диагноз псевдопатриотизму. И, кстати, это нормально обсуждают и подростки, и молодые учителя. Ну, хотелось бы поподробнее поговорить о том, вот для детского сада, на самом деле, эта тематика необходима или, понятно, что вы больше ориентируетесь на школьников. Детский сад, дети трех, там, шести лет. Вы зря так считаете, потому что у меня огромный комплекс, где есть детский сад тоже. Так. И, понятно, это может быть уместно, когда идет какая-то инсценировка, когда дети поют там военные песни. Это может быть все. Но есть другая сторона. Вы знаете, вот, дети живут не на луне. И наши последние исследования показывают, что у четырехлетних детей этого не было четыре года. Страх войны. Доигрались мы своей пропагандой, ядерным пеплом и так далее. А ведь это травма психически. Это потом лечить придется. Понимаете? Это все не безобидно. Это надо понимать. И вот в этой ситуации, ну, здесь цинизм, здесь фальш. Я не думаю, что это делают люди, которые это придумывают. Ну, что они глупые. Нет, они достаточно циничные. И ведь идет, кстати, здесь я должен вам сказать, что в Москве такого страшного ситуации нет. А вот коллеги говорят, что есть. Что даже не спрашивают родителей и фотографируют детей в форуме. Нет, ну, еще раз я хочу сказать, здесь столько гласности. И здесь очень трудно все это удержать. Но в провинции целыми, школами принудительно заставляют смотреть некоторые фильмы. Вот я, кстати говоря, знаете, что я себе выписал? Вот есть такой, кстати, люди и верующие, и неверующим одинаковых взглядов. Вот клирик Барнаульского храма Елей Александр Микушин назвал фильм несокрушимый, звенящий пошлостью российского кинематографа. А писатель, военный журналист Сергей Тютюнин говорит о том, что история Евушкина с его семьей просто невозможна. И когда детей спрашивают, а нас никто там жалости не вызывает. Я вам скажу, почему это происходит. Понимаете, это же вот когда это коммерческие проекты, и когда его надо оправдать, это одно. Но вот я пересматриваю с детьми старые фильмы. Ну вот там был месяц май. И вы знаете, когда снимали эти фильмы, такие ребята, извините, я скажу, как Бакланов, который прошел войну лейтенанту Тодоровским, веришь. Там везде есть человеческая судьба. Вы знаете, я даже пересмотрел фильм многосерийный по телевизору «Освобождение». Туда тоже в советское время мы... Евгений Тимович, извините, давайте попытки заработать на памяти о войне. Сейчас мы немножко в сторону оставим. Да, пожалуйста. Мы вот о таком всплеске как бы патриотизма, да, когда люди искренне хотят вот привить детям какую-то память о войне. Искренне считают, что если дети, там, первоклассники пройдут в военной форме, то они лучше поймут вот эту всю нашу историю. Еще раз я вам хочу сказать, что сама искренность требует еще включения мозгов. И одной искренности мало, потому что услуживый дурак – опасти врага, как известно. И в этой ситуации не все так однозначно. Я еще раз говорю, вот у меня скоро будет 9 мая, святой праздник. И будут ветераны. И, конечно, детки и маленькие, и большие готовят всякие композиции. Они будут петь вместе с ветеранами. Ну, какие ветераны? Это уже дети войны фактически. Их почти нет, живых ветеранов. Да, петь песни тех лет – это нормально. Понимаете? Но делать это психоз, рисовать на коляске танк и кричать «можем повторить». Что мы можем повторить? Ведь здесь самый главный вопрос, который уходит в сторону – ужасный вопрос. Да, я понимаю, как педагог, как ученый, что нужно воспитывать любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам. Но это снимает очень важный вопрос. А не слишком ли много гробов? А можно ли без пепелища? То есть вопрос ценные победы. Тогда к войне не будет такого легкого отношения. Почему эти фильмы подростки воспринимают, ну, если угодно, со смехом даже, с цинизмом? Потому что там спецэффекты. Стрелялки, взрывалки. И совершенно непонятна цена этого. Вот я вам скажу еще страшнее вещь. Вы знаете, вот я и родители ведь тоже на это ведутся. Я тут несколько жалоб получил на сайт школы. Знаете, за что? Во втором классе в качестве внеклассного чтения учителя дали детям замечательную книжку Юрия Яковлева. Только не путайте с актером Яковлевым. Это писатель. О Ленинградской блокаде. Ну что, знаете, в чем жалоба? Депрессивная книга. Не надо расстраивать детей. Но если война воспринимается как «Ура, вперед!» Мы рвем, и это нет цены победы. Ну, извините, это не воспитание. Это анти-воспитание. С точностью наоборот. А когда это произошло, вот этот вот слом? Почему это произошло? И сейчас уже как бы те люди, которые вполне взрослые, родители, поступают так. Клеят эти наклейки в конце концов. Вы знаете, это происходило постепенно. Это происходило постепенно. На протяжении нескольких последних лет. Это далеко нас введет этот разговор. Но это такие сдвиги шли. Потому что на самом деле, ведь очень просто идти вперед с головой, повернутой назад. Многие вещи, которые дискредитировали себя уже в Советском Союзе, сегодня кажутся очень милыми. Вот помните, была такая замечательная песня. Даже я не был. Я знаком с парнем, обещавшим мне вернуть мама. Прекрасная песня. Но когда это стало навязываться, родились анекдоты. Работать за себя и за того парня. Жениться за себя. Тут грань очень тонкая. То есть нельзя здесь действовать, как слон в посудной лавке. Патриотизм – вещь тонкая, требующая деликатности. А не связано ли, извините, пожалуйста, не связано ли вот то, что очень метко кто-то назвал победобесием, да, вот этот всплеск такого псевдопатриотизма, с отсутствием какой-то другой скрепы. Нам больше не на что опереться. Вот космос и победа, да. Вот две скрепы, обе в прошлом. Ну, вы абсолютно правы. Я не хотел на эту тему говорить не потому, что боюсь. Потому что у нас, как вам сказать, общество мемориальное, да. Мы не очень понимаем, куда мы идем с пятачком. Очень большой-большой секрет. Поэтому нам хочется найти опору. И действительно, светлый праздник победы, Гагарин для нас опора. И люди растерялись. Но ведь надо иметь мужество, не врать, во-первых, детям. И это ведь не только войны касается. Вы знаете что? Опять в Москве этого меньше. Есть гласность очень большая, да. А я же по многим территориям езжу, помогаю там в работе с больными детьми. Ну, вот на прошлой неделе исполкомный Диман России дал команду по регионам доложить, сколько кормушек для птиц приготовлено. Весна идет. В это же время Министерство сельского хозяйства вставило в свои пять копеек. Количество юных экологиат. Это те, которые будут заниматься экологией. Школу хотят поиметь все. А не только Министерство просвещения. Там меньше всего управляют сегодня территориями. Вот это и рождается. Надо наконец понимать, что есть чувство меры. А для чиновников очень важно, для функционера отчитаться. Количественные показатели. КПА. И чем больше количество, тем больше качество. Получается довольно грустно. Но вот посмотрите, святая вещь. Тоже я не придумываю. Парта героя. Совершенно очевидно, что если в школе был герой Советского Союза или герой России, стоит парта, висит портрет. Прекрасно. Но когда инстанции требуют отчитаться, сколько в году человек отсидело на этой партии, видимо, они считают, что патриотизм передается через спиной мозг, но тут остается развести руками. Это не анекдот. Вернее, это скверный анекдот в понимании 19 века. Это реальность. Вот это беда. И здесь надо цикнуть наконец. И, наверное, на самом высоком уровне. Да вот только этого цикла и осталось ждать. Кто должен это сделать? Я догадываюсь, первое лицо государства. Да, да, наверняка. В общем, тема, конечно, неисчерпаемая. Спасибо большое, что нашли время. Отдельное спасибо за статуи с Борисом Борисовичем. Заслуженный учитель России, доктор педагогических наук, член-корреспондент Рау Евгений Ямбург. В программе, что это значит. Вы меня поняли, тебе академия, конечно, преспондент. Ну, не важно, что ты говоришь. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин